Flame 3 это самые свежие соревновательные кроссовки с карбоновой пластиной от бренда 361 градус. Они очень сильно изменились относительно предыдущей версии, ну, конечно же, в лучшую сторону. И по применяемым технологиям стали, на мой взгляд, намного интереснее. Кроссовки получили новый верх из тонкой полиуретановой сетки с усилением в зоне носка и в средней части стопы. Сетка с большими ячейками эластичная и отлично продувается. Комфортно будет даже в самый жаркий день. Пятка не имеет жесткой вставки, сделана очень глубокой, хорошо обхватывает стопу и зону лодыжки. Имеет мягкую вставку в самом верху, что увеличивает комфорт посадки стопы внутри кроссовка. Шнуровка анатомическая, идет наискосок, повторяя форму стопы, имеет специальные полиуретановые вставки в средней части стопы, за счет которых достигается плотная посадка и улучшается общая работа кроссовка вместе со стопой во время бега. Тонкий язычок закреплен только у основания шнуровки. Стелька сделана из эво пены, довольно тонкая, клеена внутрь кроссовка, но при желании ее можно вытащить и заменить. Промежуточная подошва сделана из двух слоев фирменной пены CQT Flame, это нейлон, вспененный углекислым газом. Верхний слой более мягкий, нижний слой более жесткий, таким образом достигается баланс между хорошей амортизацией и возвратом энергии при отталкивании. Между слоями пены установлена новая карбоновая пластина Quick Bone Dynamic с разделением в передней части стопы и зонами разной плотности по длине пластины. Подошва закрыта подметкой из так называемого жесткого полиуретана, который крепится на тканевую основу и имеет очень хорошие показатели по сцеплению на влажной поверхности и общей износостойкости. Толщина подошвы в передней части стопы 27 мм, в пятке 33 мм, перепад 6 мм, вес в моем размере 9,5 US равен 215 граммам. По сравнению с предыдущей версией Flame 3, ну фактически другие кроссовки, здесь сделан акцент именно на общее облегчение и внедрение новых технологий, которые должны сделать кроссовки более комфортными и более эффективными во время бега. Посадка стопы внутри кроссовка осталась примерно на уровне предыдущей модели. Зона пятки и средней части стопы фиксируются очень хорошо, сам верх здесь высокий. Мне такая конструкция нравится и я это говорю уже не в первом обзоре кроссовок, у которых вот именно около пятки и лодыжки высокий такой достаточно вверх идет, потому что я всегда шнурую на последние дырки и мне в посадке кроссовок нравится, когда более плотная фиксация вот здесь вот в верхней части. Такая конструкция верха эту плотную фиксацию как раз и дает. Красная шнуровка довольно комфортная, но насколько я знаю всегда по поводу таких шнуровок мнение разделяется. Кому-то вообще не нравится, кто-то доволен на 100% такой шнуровкой, у меня здесь все хорошо. Регулировать затяжение с такой шнуровкой тоже довольно комфортно. Особенно приятный момент это вот эта вот полиуретановая стропа, которая здесь идет в средней части стопы. И можно так отрегулировать, что она будет довольно приятно обхватывать внутреннюю часть стопы и делать такой эффект легкой поддержки свода. Но есть и обратная сторона такой посадки, плотной, так как верх здесь довольно высокий, как я уже говорил. Чтобы комфортно, ну как комфортно, чтобы нормально надеть кроссовки, придется максимально расшнуривать верх. Чтобы боковые части были максимально широко и можно было язычок вот так вот по максимуму тоже раздвинуть, чтобы вот это отверстие было большим. Потому что пятка здесь загибается вверх и чтобы спокойненько просунуть стопу внутрь кроссовка, вот нужно полностью-полностью их расшнуровать. А вот с такими, как многие любят называть марафонскими шнурками, это делать не так быстро, как с обычными шнурками. Поэтому с учетом всех нюансов на надевание можно потратить в два раза больше времени, чем в других кроссовках. В передней части стопы и вот примерно в зоне плюсные не очень хорошая посадка. То есть она довольно-таки свободная и с одной стороны мне это нравится, потому что места для пальцев ног как по объему в целом, так и по ширине достаточно. И комфортно делать в них именно длительные тренировки. Плюс в моем размере 9,5 US есть запас и по длине в носке. Но повторюсь, что вот чуть выше средней части и вот здесь вот в зоне пятки фиксация ноги внутри кроссовка у меня очень плотная. Ну это конечно зависит от того, насколько сильно я затяну шнурки, но вообще фиксация довольно-таки плотная. И собственно мне вот этот вот свободный объем здесь, он совершенно не мешает. Я думаю, что с учетом такой плотной фиксации спортсменам с плюс-минус нормальной стопой тоже должно быть комфортно. А вот спортсменам с узкой стопой скорее всего будет уже ну прям слишком много места, как собственно по объему, так возможно и по длине. Поэтому взять наполовинку меньше своего размера вот эти кроссовки, это был бы выход. Но как бы на 100% не могу рекомендовать так сделать, собственно потому что я не мерил кроссовки, которые наполовину меньше как бы моего размера. Я взял вот то, что есть. И оно у меня в передней части стопы довольно-таки свободно. Поэтому если у вас будет возможность примерки перед покупкой, это конечно же будет идеально. Сетка здесь великолепно продувается, потому что по сути она состоит только из одних дырок. И в зале на беговой дорожке даже и близко нету какого-то ощущения перегрева стопы, вентиляция отличная. А вот на улице в минус 7 даже с учетом плотного теплого носка ноги прям очень сильно замерзали. С амортизацией тут тоже все хорошо. Больше всего ее чувствуется в зоне пятки, в средней и передней части стопы. Она плюс-минус одинаковая. Но достаточная для комфортного бега. Во время тренировки ухудшение амортизации не ощущается. И нет такого, что кроссовок становится в какой-то момент более жестким к концу тренировки. Я уже не первый раз сталкиваюсь с пеной CQT, что производит бренд 361. И практически всегда ей более чем доволен. Кроме хороших свойств по амортизации и возврату энергии, стоит отметить, что это еще и довольно износостойкая пена. Она сохраняет свои свойства дольше относительно конкурентов, но правда и не такая легкая. Потому что это все же вспененный нейлон. Но таков компромисс между износостойкостью и легкостью. Если вам нравится видео, которое я делаю, то обязательно поставьте лайк этому ролику и подпишитесь на канал. Это очень сильно поможет мне и дальше делать больше полезных обзоров. Вообще стоит обязательно пару слов сказать про пены 361, потому что компания сама разрабатывает их. У них есть свой собственный завод по производству пены. Они выбрали для себя нейлон не просто так. У него есть ряд плюсов, за которые его любят. Это то, что само сырье, собственно, немного дешевле. И при воздействии на него различными газами с различной температурой, можно получать разные вариации пены. Как, к примеру, здесь верхняя часть пены более мягкая. Она лучше гасит ударную нагрузку и дает кроссовку такое более мягкое ощущение. Нижний слой пены, он более плотный. И он как раз отвечает за лучший возврат энергии при отталкивании. И при этом улучшает общую стабильность кроссовка. В общем, да, тут больше плюсов для компании в плане производства и долговечности самой пены. Но минус в том, что она не такая легкая, как Pebox и Peba. Чтобы снизить вес кроссовки, конструкторы идут на различные ухищрения с дизайном и конструкцией подошвы. Это вот эти вот большие углубления, вырезы, которые, собственно, экономят пену. Специальные срезы подошвы, которые тоже экономят вес кроссовка. И уменьшение вообще подметки, такие небольшие скосы подошвы, которые в целом уменьшают расположение подметки. Ну и вот такая вот выемка в средней части стопы, где нижний слой пены намного уже, чем верхний слой пены. За лучшую стабильность отвечает большая широкая пятка. Посмотрите, насколько она вот в этом месте широкая, в месте контакта с поверхностью. Благодаря тому, что вот есть такой скос покатый, постановка стопы на поверхность происходит довольно плавно. И дальше конструкция сделана так, чтобы перекинуть вас на среднюю и переднюю часть стопы быстрее. А тут у нас спереди подошва широкая. И вот это место, где происходит основной контакт подошвы с асфальтом, с поверхностью, оно сделано тоже максимально широким, намного шире, чем стопа у нас. Плюс конструктивно в пластине есть специальные выступы, вот здесь вот и вот здесь вот, которые шире от самой пластины и которые улучшают тоже стабильность кроссовка в передней части стопы. Конструкция пластины тут тоже не самая обычная. В передней части стопы пластина поделена на три зоны, которые могут работать отдельно друг от друга и тем самым улучшать поперечную гибкость кроссовка в передней части стопы, что делает более плавную и мягкую постановку стопы на поверхность при приземлении. И тем самым делает переднюю часть стопы более стабильной. Несмотря на разделение пластины, ее продольная жесткость сохраняется. И она может эффективно работать для продвижения спортсмена вперед. Не могу сказать, что пластина здесь ощущается как-то супер агрессивно. Да, безусловно, она работает и это чувствуется. Вот в этом вот месте, именно преодолевая его, чувствуется, как кроссовок проталкивает тебя вперед. Но, к примеру, в тех же Ленинг Файдан 3 Ультра, пластина в передней части стопы, она ощущается более агрессивной. Это как бы нехорошо и неплохо. Кроссовки вообще, вот эти вот в целом, более мягкие относительно Ультры. И то, как они работают, это просто-напросто такой у них стиль. И мне кажется, что как раз большинству спортсменов это и понравится. Потому что кроссовки изначально ощущаются такими более мягкими. Они как бы не заставляют тебя бежать быстро, а они помогают тебе бежать быстро. При этом с достаточным комфортом. Есть нюанс в плане стабильности. При первой примерке, ходьбе или даже медленном беге, кроссовки могут ощущаться валкими. Это несмотря на всю историю с широкой подошвой, пластиной и специальными выступами. Пена деформируется, кроссовки немного переваливаются из стороны в сторону, кажутся нестабильными. Но все меняется, как только темп переходит к 4.30 минутам на километр и выше. Кроссовки преображаются, появляется стабильность в передней части стопы и более четкое ощущение продвижения вперед. При этом они не заставляют сильно напрягаться стопу при переходе на переднюю часть и во время дальнейшего отталкивания. Как это бывает в некоторых соревновательных кроссовках. Еще тут какая-то хитрая система с перепадом между пяткой и стопой. И связана она как раз вот с разделенной этой пластиной в передней части стопы. Честно, я до конца не понял, как это работает. Но суть в том, что стандартный перепад между пяткой и стопой здесь 6 мм. Но когда ты переходишь от средней части стопы на переднюю, он меняется на 9 мм. Что, собственно, дает больший рычаг и якобы пластина гораздо эффективнее проталкивает тебя вперед. Связано это вроде как с тем, что вот средняя часть пластины продавливается и вот здесь вот меняет угол общей пластины. Но не буду врать, как точно это работает, потому что, собственно, толком мне никто не объяснил. Самое главное, что во время бега не ощущается какой-то проблемы и это тебе не мешает. Ну и из-за того, что здесь, соответственно, меняется перепад между пяткой и стопой, пластина и называется динамическая. Пару слов про протектор. Это уже знакомая нам по кроссовкам Adidas, Mizuno и прочим технология работы с полиуретаном, который наносится на тканевую основу. Протектор отлично зарекомендовал себя за годы использования в разных кроссовках. Тут он стабильно хороший, по ощущениям лучше, чем прошлый протектор из тонкой полиуретановой пленки. Ну, по крайней мере, на влажном асфальте показал себя очень хорошо. Ну а на беговой дорожке, где прошло основное использование кроссовок, вообще никаких нареканий не было. На вид протектор довольно толстый и кажется, что выйти раньше времени из строя он не должен и, по идее, должен прослужить вот весь срок службы кроссовок. В целом, по ощущениям кроссовки мне напомнили Nike Vaporfly 3 версии, потому что на ноге они сидят очень похоже и вентиляция вообще в целом у них тоже очень похожая, она очень хорошая. Но Nike сразу же ощущаются более собранными, более жесткими во время бега. А Flame'ы, они наоборот, они такие более мягкие, дают чуть больше комфорта, чуть больше поддержки. Но, собственно, все это проявляется именно на соревновательных скоростях. По сравнению с предыдущей версией, именно в техническом плане кроссовки, безусловно, шагнули вперед очень далеко и, на мой взгляд, они, ну вот, прям во всем лучше предыдущей версии. Они отлично подойдут как для половинки, так и для марафона. Ресурса подошвы, именно в плане амортизации и работы, должно хватить не только на соревнования, но и на большое количество скоростных тренировок. Думаю, что и с сеткой верха проблем в плане износа именно тоже быть не должно. Она довольно-таки плотная и прочная. Если вы не будете использовать Flame'ы как кроссовки вообще для всего, то они прослужат реально долго. Во время первой тренировки в подошве слышны какие-то щелчки и скрипы. Такое ощущение, что вот это притирается как раз раздельная пластина, но исчезает это довольно быстро и потом уже либо я не замечаю, либо это вообще уже полностью проходит. С учетом всех апгрейдов, меня реально приятно удивила стоимость. Я думал, что кроссовки будут дороже. Я знал о том, что 361 градус собирается обновлять кроссовки. Писал, какие будут новые Flame'ы еще до презентации, потому что в китайском Weibo ходили и фотографии, и разбор как раз вот этой вот пластины. В общем, все это я публиковал у себя в Telegram канале. Ссылочку оставлю в описании к этому видео. Собственно, когда кроссовки вышли, фактически сразу же они появились на официальном магазине 361 градус в Алиэкспресс. И стоили без малого 13 тысяч рублей, что ну отличная цена прямо сейчас для соревновательных кроссовок. Через какое-то время ценник опустился до 11 тысяч рублей. А на скидках, вот буквально недавно, я видел, что цена вообще там 10 с копеечками. Точно не могу сказать, будут ли продаваться новые Flame'ы у нас в магазинах, и если будут, то когда. Потому что предыдущие продавались, и ценник на них тоже был довольно-таки хороший. Когда они только появились, они стоили примерно 15 тысяч рублей. Потом цена упала и была даже ниже 10 тысяч рублей. Сейчас есть такое ощущение, что вот цена у нас все-таки поднимется еще даже выше, чем предыдущая стартовая цена. Но посмотрим. Сразу же напоминаю, что это кроссовки из китайской линейки. Не стоит искать их на европейском сайте 361 градус. Так уж сложилось, что у нас сейчас продаются и кроссовки из европейской линейки, и кроссовки из китайской линейки. Поэтому, если вы что-то где-то не нашли, не нужно сразу же считать это подделкой. Поделитесь в комментариях своим опытом использования кроссовок 361, если такой есть. Если мало ли кто-то успел себе уже ухватить новые Flame'ы, то расскажите, как вам. А с вами был Кирилл Цветков и обзоры спортивной экипировки. Всем бег, пока!